Взять в руки казахский топор и лук, прокатиться на Рязумской коне и почувствовать себя настоящим батыром. Все это возможно на фестивале военного искусства кочевников, который проходит близ Алматы. Исторические реконструкторы вот уже целую неделю демонстрируют всем желающим оружие, доспехи и военное ремесло разных эпох степи. Подробнее расскажет Тимур Сандыбаев. Вот так войны в древности отрабатывали верховую езду. Это джигитовка, упражнение на лошади. Настоящий кочевник мог на скаку поднять раненого товарища, управлять конем без рук и при этом стрелять на ходу из лука. Все забавы и спортивные игры степняков были тесно связаны с военным искусством. Тренировки, какие-то учебные поединки, как пар, ну было много других игр, которые позволяли и коням, и людям находиться в хорошей форме. В центре внимания участников фестиваля военное искусство племен, которые жили в Семеречье в третьем, восьмом веках до нашей эры. Это кангюи, усуни, хунны и народ казахского ханства. Здесь можно увидеть разнообразие доспехов от легкого кожаного панциря до тяжелой кольчуги. Мечи, сакские окинаки, боевой топор чекан, похожий на ледоруб, сабли, дубины и многое другое. Каждый предмет можно потрогать и опробовать в действии. Вот когда он берет блок, я могу нанести уколы в корпус. Вот, когда наоборот меня бьют, я могу отнести удар и сразу вот это нанести укол. В какую-то наиболее мягкую часть сделать. Особое место в жизни каждого воина занимал нож. Это единственное оружие, которое не отбирали у гостя при входе в юрту, так как оно считалось предметом личной гигиены. Кочевники отлично владели оружием ближнего боя, копьем, ничем, топором и кинжалами. Но прославились они благодаря луку. Эксперт, мастер по изготовлению традиционных луков Даниар Байдаралин рассказал, как английский лонгбол был адаптирован в условиях степи. По сути, это просто очень хорошо оструганная палка с тетевой. То есть правильная геометрия задает правильные физические параметры, но по сути это очень-очень простое и очень-очень элегантное и эффективное оружие. Длинный лук был популярен у певших племен Казахстана, но он никак не подходил для конной стрельбы. Когда начался переход к кочевому образу жизни, потребовалось новое оружие, из которого можно стрелять верхом. Мне уже он совершенно не мешает совершать любые выстрелы на коне, в любые стороны. То есть очень-очень эффективный лук, характерная вот такая вот форма, то есть это лук рекурсивный. Если убрать тетиву, он выгибается вот в эту сторону. Основа у такого лука дерево, а также рога животных, сухожилия и кожа. Он был очень дорогой и стоил как 30 пехотных. Конный лук менялся, становился мощнее, но основная форма и вид сохранились вплоть до появления огнестрельного оружия, которое постепенно и вытеснило лук полностью. Фестиваль предоставил отличную возможность погрузиться в эпоху древних кочевников и проникнуться духом того времени. Тимур Сандыбаев, Алексей Рубежанский, МИР24.